Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Живое слово». И мы продолжаем начатый в прошлой программе разговор, но прежде, нежели приступим к обсуждению этой темы, по традиции знакомимся с поучениями святителя Иоанна Златоустого. «Ты возлюбленный, – пишет святитель, – если имеешь сказать что-нибудь такое, от чего слушающий может сделаться лучшим, то не удерживай слова во время спасения. И если не имеешь ничего такого, но только речи порочные и развратные, то молчи, чтобы не повредить ближнему. То слово гнилое, которое не назидает слушателя, но еще развращает его. Если ты имеешь сказать слово постыдное и смешное, то молчи. Потому что и то столо гнило, которое делает боли рассеянными и говорящего, и слушающего, и в каждом воспламеняет порочные желания. Как для огня составляют пищу дрова и хворост, так для порочных пожеланий – слова. Потому не должно непременно высказывать все, что мы имеем на уме, но должно стараться удалять и из самого ума порочные пожелания и всякую постыдную мысль. Если же когда незаметным способом мы допустим у себя нечистые помыслы, то не будем никогда выводить их наружу языком, но будем подавлять их молчанием. Если ты чувствуешь какое-нибудь постыдное пожелание, то не произноси постыдное слово. Этим ты погасишь и пожелание. У тебя нечисты мысли? Пусть же, по крайней мере, будут чисты твои уста. Не выноси вон этой грязи, чтобы не соделать вреда и другому, и самому себе. Вот считал бы честно дальше, но вот сам себя останавливай. Златоуст, святитель Иоанн. Я как-то в одной из программ призывал и, собственно, вас главным образом выразил пожелание. Чаю, что кто-то из смотрящих эту нашу программу вот сам возьмет, найдет. Это совсем несложно. И прочитает. Даже те, кто с интернетом на «ты», а таких сегодня очень много, не только среди молодых, я знаю точно, и даже пожилых людей. Если не найдете библиотеки, всегда в интернете можно найти, скачать, распечатать и наслаждаться вот этими поучениями святителями Иоанна Златоустова. А мы продолжаем разговор, который был начат нами в прошлой программе о табу, о табуированном отношении к старости. Вообще о природе смешного. Очень интересная мысль. Я был юношей, читал Чаплина. Он очень интересно рассуждал о природе смешного. И я тогда запомнил эту мысль выдающегося деятеля, кинематографа мирового. Он написал, что если поскользнулся и как-то неловко упал молодой человек в кино, это еще может быть... Ну, это те понятия смехи. Вспомним эти немое кино. Очень наивно, на наш сегодняшний взгляд. Поэтому надо понять, когда были высказаны эти мысли. Что эти вот молодой человек, то это... Но еще старик это никак не может рождать смех. Он пишет, если там тортом угодили в лицо... Ну, это такой шаблонный прием. До сих пор им пользуются, к слову. То это может вызывать смех. Но если так же поступили со старым человеком, то это может рождать только негодование. Совершенно верно. Старость табуирована. К старому человеку, к пожилому человеку можно и должно относиться только с благоговением. Только с благоговением. А тут мы видим... Причем это тиражируется, это же телевидение, это такие каналы федеральные. Мы видим... Я все жду, когда прекратится это безобразие, на самом деле. Это глумление над самыми основами нравственности, национального здоровья, национального, духовного нравственного здоровья нашей нации. Объясню почему. Вы ведь... Значит, те, кто видел эту программу, там же текст. Когда я впервые увидел... Опять же, у меня этого хватило, я просто не могу это смотреть физически. А те тексты, те слова, которые произносят эти, так называемые, бабушки... И это опять та же мерзость, о которой говорили мы в предыдущей программе, о том, что число переодетых женское платье мужчин, а в священном писании Ветхого Завета написано, что это мерзость пред очами Божьими. В Божьих глазах это мерзость. Переодевание мужчины в женское платье. И мало того, что они переодеты, там еще вот эти тексты, которые они произносят, ну, вещи надо называть своими именами. Они же... Простите, но они похотливы. Да. То, что простонаречие, ну, так принято называть сексуальная озабоченность. Эти бабушки, они сексуально озабочены. И они... Их переполняет вот через край вот это блуд, вот эти мысли блудные, похоть, откровенная похоть. И когда это появились на некоторое время эти русские детки, вот эти русские, новые русские дедушки, ощущение, что это вообще козлоногие существа, на самом деле. Почему это так страшно и опасно? Скажите, пожалуйста, вот если испокон века в семьях и простых так называемых людей, хотя понимаю прекрасно, давно понял, что простых людей как таковых не существует. Ни одного простого человека я в своей жизни не встретил. Есть люди простого рода занятий. Да, это да, но непростые. Человек не может быть прост. Он создание Божие, творение Божие. И в среде так называемых простых людей, и людей, скажем, интеллектуальных, тем не менее есть какие-то неизыблемые моменты. Всегда отношение к старикам почтенное. Ну, в зависимости от культуры, от традиций, обычаев и веры, оно может быть подчеркнуто. Да, скажем, у себя на родине я как-то был в селе, и я видел такую сцену, я был студентом старшего курса, мы работали в стройотряде, и один из наших тоже товарищей в стройотряде, это как раз было неподалеку от их села, и он пригласил нас в гости. И когда мы приехали, там был пожилой человек, это даже не его родственник, но из их рода. А он просто сидел во дворе, так этот, он высокий, красивый парень, в институте учился, в педагогическом, он когда подошел к нему поздороваться, ну, мы сказали здравствуйте, поклонились вот так, ну, отвесили, как оно и принято, да, обычно. А он подбежал, встал на колено и поцеловал ему руку. Вы знаете, я это помню до сих пор. И у меня такая волна, вот умиление разлилось во мне в советском человеке, да, вот я до сих пор, это середина 70-х годов, я до сих пор это чувство помню. И это всеми окружающими вот его земляками было воспринято как совершенно нормально. Никто не сказал, ах, какой ты молодец. Да нет, это норма. А потом я это встречал в некоторых иных странах. Вот это как бы иллюстрация к той фразе, которую я произнес, что может быть не просто почтительное, а подчеркнуто почтительное. Раз уж слово пришлось, я расскажу. Как-то отец мой, это было, как сейчас говорят, глубокое советское время, это был 68-й год. Он два месяца провел в одной восточной стране. И приехав, конечно, изумлялся, надо понять, да, когда это происходило, и говорит, там семья, в которой он гостил, там был мальчик, ему было в ту пору шесть лет. И мальчик этого шестилетнего спрашивает, ему задают вопрос, кого ты любишь больше всех на свете? И он говорит, Аллах, Бога. Шестилетний Бог. Современная семья, развитые государства на Востоке. Значит, больше всех на свете, он любит Бога. Я тогдашний комсомолец, я слушаю внимательно. А кого ты любишь вторым после Бога? Кого он называет? Нет, ни папу, ни маму, ни дедушку. Вторым он основает, значит, основателя их государства. Да, они благоговейны к нему относятся. А третьим, третий по счету, третий по счету, это дед. Ну, он живой, да, все где-то. Третий, это дед. И уже четвертый, на четвертый месяц там папа с мамой и так далее, и так далее. Какое дело? И отец был пораженный. Я сейчас, давайте, вот кто-то скажет, нет, это мне не очень нравится. Я сейчас не об этом. Я понимаю, что у каждого, сегодня все очень у нас свободомыслящие люди, и кто-то скажет, слава Богу, не знаю. У каждого там своя шкала ценностей. Я сейчас не об этом. Значит, после Бога, после основателя государства, которого давно нет в живых, главный человек, дедушка, да, хотя он уже старенький, немощный, уже больной человек, но он идет в этой иерархии, следующему, после Бога и основателя государства. А мы как раз, это имеет отношение к нашему разговору. Мы говорим о дедушках, о бабушках, о дедушках, и на сцене, то, что тиражируется на всю нашу огромную страну и за рубежом, потому что, там очень много русских людей живет за рубежом, за пределами нашей родины, показывают этих новых русских бабушек или козлоногих, простите, дедушек, потому что это их тексты, с этим совершенно жуткими, похотливыми, похабными кривляниями, ужимками. Там других же тем, по сути, для разговора этих бабушек нет. А теперь я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, дитё, у которого здесь еще матрица, вот это я порой называю, да здесь никто не обиделся за это, вот эту душу, да, ребенку, вот это, мы же дорождаемся, у нас вот это белоснежное, сияющее, от Бога данное, возвращать же надо будет. Вот эта матрица, и вот на неё наносятся удивительные вот эти, отпечатываются на этой матрице, вот эти понятия, честь, долг, семья, вера и так. И вот это неокрепшее, только-только, вот нежная душа ребенка, и на этой матрице отпечатывается, а вот это бабушка. Бабушка, это вот та, которая кривляется, отплясывает вот эти жуткие эти танцы, говорит вот эти мерзости, эти грязные тексты. А если ребенок постарше, простите, и уже больше понимает, а сегодня дети много понимают. Просто сейчас к слову скажу, много-много лет назад в одном монастыре известном, я ждал встречи с игуменом, а он исповедовал людей, я терпеливо ждал. Просто я приехал для одного очень важного разговора. Хотел пригласить его, пригласил на конференцию, которую мы проводили. И я просто спокойно ждал. И никогда не забуду, ну, подходят взрослые, пожилые, разные люди на исповедь, а потом подошел вот такой малыш. и батюшка с ним долго, он монах, да, игумен, довольно долго он с ним беседовал, исповедовал. Потом, когда этот людской поток иссяк, закончился исповедь, батюшка пригласил меня к себе в келью на чай, и вот за чаем мы продолжим наше общение. Я дерзнул задать ему вопрос. Простите, батюшка, он мне позволил. Я говорю, я вот был свидетелем ваше прихожане вам исповедовать. Вы, наверное, дочью, так долго в отца случились, может, не дочью всех, но очень долго исповедовали этого малыша. Простите, а сколько ему лет? Ему же семья, я педагог и отец, я же понимаю, немножко возраст ребенка могу определить. ему же нет семи лет. Он говорит, нет, нет, ему семи нет, ему там пять с половиной. Я говорю, можно я задам еще один вопрос? Ведь в нашей вере дети традиционно, да, это не нами придумано, значит, православной вере дети, да, вот возраст человека делится на несколько период, и до семи лет это младенцы, да, вы знаете, потом отроки, потом взрослые, юноши и уже взрослые. Значит, до семи лет причащают без исповеди, считайте, что это ангельский, да, возраст так называют. Я говорю, а этого ангелочка, да, и смотрит на меня этот мудрый человек, игумен, и говорит, Василий Льдович, это раньше они были ангелы, в этом возрасте, я говорю, не поясните, я недавно крестился, вот такие вещи открыл для себя, этот новый для меня отныне мир, жадно, жадно впитывал себя этот новый мир христианский, и батюшка мне говорит, они сегодня в этом нежном возрасте становятся свидетелем, порой даже нечаянным свидетелем, таких вещей, что говорить уже как об ангеле, порой, конечно, не обо всех детях речь, не приходится, понимаем, о чем речь? И скажите, пожалуйста, скажите на милость, как должен ребенок, подросток, юноша относиться к своей бабушке, дедушке, если он насмотрелся вот такого, ведь вот один из предметов, который ваш покорный слуга изучал, когда учился в педагогическом институте, это так, очень интересно, это возрастная психология, там вы проходили такой предмет, изучали, как возрастная психология, очень интересно, и вы, те, кто когда-то учили в школе, особенно обращаясь к старшему поколению, сегодня чуть-чуть что-то изменилось, увы, ах, ведь в нежном этом возрасте, в первом, втором классе ребенок, школьник, он не может себе представить, что учитель обыкновенный человек, я помню, был какой-то праздник, и мне, а учительница моя жила на нашей улице, и у нас было много цветов в доме, а бабушка говорит, она же тоже была учительница, говорит, пойди и поздравь ее с праздником, вот возьми этот букет, тут 10 минут, ей будет приятно, пойди поздравь, а я не в первом классе уже учился, я был уже старше, и даже это не начальная школа, ну, по-моему, это был пятый класс, и я пришел, тогда телефоны были редкость, позвонить, спросить, просто не было, у нее не было дома телефона, это было обычно в то время понятие, и я помню, я постучался, и она открыла у меня дверь, и я вручил цветы, вы знаете, я испытал потрясение, скажу почему, потому что она была в каком-то байковом халатике, какие-то тапочки, а в доме была такая маленькая квартирка, старенький домик, а из двери пахло там жареным луком, ну, воскресный день, да, и я был потрясен, та, которая для меня, ну, как небожитель, да, была, акация, она, она может быть и такой, понимаете, я честный, я даже никому ничего не сказал, потому что то чувство, которое, его нельзя было описать, я, это было одно из потрясений моей детской души, понимаете, и, наверное, не потому что я там излишне впечатлительный, дело не в этом, а потом, когда я уже в институте ознакомился вот с этим интереснейшим предметом, возрастная психология, то там, да, черным по белому было написано, что в определенном возрасте ребенок не то, что может заподозрить старших, а уж бабушки каких-то, об этом вообще даже речь не идет, что ученик младшего класса, он даже не верит, что учитель, как человек, он может иметь какие-то там физиологические потребности, или нужды справляться, как другие люди, это же не божитель, если даже учительница, а бабушка, а дедушка. Я родился в семье, где у нас самый главный был дедушка, потому что это отец моего отца. А я жил в доме своего отца. Слава Богу, что этой мерзости не было тогда. Но еще раз задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, скажите на милость, а как должен ребенок после этого относиться к своей бабушке? Если даже не у себя в доме, у соседа, у товарища, мало ли, не в камере же, простите, живет с ководой, если он хоть раз вот окунулась душа, его обмакнулась вот в этом, вот в этом мерзости, как после этого он может относиться? Если уже сюда вот это скверно, скверно здесь уже возникло. А все, помните, в одной из программ я говорю, что душа наша, вот почему я сравню с матрицей, все отпечатывается, все, что мы видим, все, что мы слышим в этой жизни, возможно, мы даже на это не обратили никакого внимания, оказывается, все здесь отпечатывается. Почему монахи ходят очень долго, чтобы как можно уберечь, как можно больше уберечь свою бессмертную душу, потому что на суд она должна прицать. И поэтому, а это же, это же у нас теперь сплошь и рядом, вот это углубление. И не могу не сказать еще об одном. Та женщина, которая позвонила, я ей очень благодарен, хотя вопрос этот был задан в прямом эфире, и надо было отвечать. Она ведь задала мне еще один вопрос. И совершенно честно его задала, а теперь я хочу его как бы переадресовать вам. Звонил русский человек природный и говорит мне, Василий Давыдович, ответьте мне, пожалуйста, а почему именно русские бабки вот в таком постыдном, глумливом виде представлены, они называются «Новый русский русский бабка». Она говорит, а почему именно русские бабки? Разве в нашей стране проживают только русские? Вы знаете, да? имейте представление, сколько народов проживает в нашей великой большой стране. Очень большое число. А почему на вот этот на как посмешище вот на это глумление, на это тоже выставляют русские бабки? Хороший вопрос, да? Честный. Мне интересен ваш ответ. Если кто-то из вас сочтет нужно написать мне, электронный адрес всегда возникает периодически на экране, я буду очень благодарен, независимо от того, что вы напишете, просто за то, что вы проявили неравнодушие, отозвались. У меня есть мой вариант ответа. это что, кому-то кажется, что русских у них же на родине можно вот так унижать безнаказанно? Это что, кто-то решил, что над старостью русского человека, над пожилой русской, над образом пожилой русской женщины можно так безнаказанно глумиться, что сделать его объектом насмешки, издевки, да? и это может пройти безнаказанно. Скажите, пожалуйста, кто это так решил? Еще один вопрос. А почему он так считает, что этим можно заниматься безнаказанно? Позвольте вот этими вопросами, которые, возможно, кому-то покажутся риторическими, и окончить эту нашу программу и в завершение традиционно прочитать стихотворение «Русском святом языке». Автором его является поэт Александр Яшин, так и называется «Русский язык». Я люблю свой родной язык, он понятен для всех, он певуч, он как русский народ многолик, как держава наша могуч. Хочешь песни, гимн напиши, хочешь выскажи боль души, будто хлеб ржаной он пахуч, будто плоть земная живуч. Для больших и малых стран он на дружбу, на братство дан, он язык луны и планет, наших спутников и ракет. На совете за круглым столом разговаривайте на нем, недвусмысленный и прямой, он подобен правде самой, он, как наши мечты велик, животворный русский язык. Аминь. Я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. Оставайтесь с Богом. Субтитры Субтитры Субтитры